Во имя Отца и Семьего и Суха Готовского Духа Створение святителя Иоанна Златоуста Отрывок из беседы на Евангелие Святого Поства Иоанна Богослова Входя сюда, то есть Церковь, мы входим на небо Не по месту, разумею, но по душевному расположению Ведь можно, находясь на земле, стоять на небе Созерцать тамошние предметы и слушать исходящие оттуда глаголы Итак, никто не приноси на небо ничего земного Никто, стоя здесь, не озабочиваясь делами домашними Отсюда бы надлежало переносить в дом и на торжище пользу Здесь приобретенную и сохранять ее там А не это место наполнять попечениями, свойственными дому и торжищу Для того-то мы приступаем к учительской кафедре, чтобы здесь очищать скверны От вне к нам превходящие Если же и среди этого малого поучения мы хотим расслеваться посторонними речами или делами То лучше бы и не начинать Пусть же никто в церкви не печется о делах домашних Напротив, пусть и в доме размышляют о предметах церковного учения Пусть они будут для нас предпочтительнее всего Так как они относятся к душе А те домашние дела к телу Лучше же сказать, и душе, и телу полезны здешние поучения Поэтому пусть будут они делом главным А все прочее делом мимоходным Они принадлежат и к настоящей, и настоящей жизни, и будущей А дела внешние, ни той, ни другой Если не располагаются по правилам Основанным на первых Здесь единственно можно научиться не только тому Чем будем мы после этой жизни И как тогда будем жить Но и тому, как управить жизнь настоящую Этот дом есть духовная лечебница Устроена для того, чтобы в ней врачевали мы те раны Которые получаем от вне в мире А не для того, чтобы выходить отсюда с новыми ранами Если же мы не станем внимать тому, что глаголит нам Дух Святой То не только не очистим прежних ран Но еще и другие получим Будем же со всем чаянием внимать этой книги Теперь пред нами раскрываемой Впоследствии немного потребна будет труда для ее изучения Если тщательно мы узнаем ее начальные и основные изречения Но потрудившись немного в начале Будем потом в состоянии, по слову апостола Павла, и иных научать Апостол Иоанн весьма возвышен Обилен многими догматами И о них беседуют более, нежели о чем-нибудь другом Будем при том слушать не мимоходом Для того-то мы изъясняем Евангелие понемногу Чтобы для вас все было удобно понятно И чтобы ничто не уходило из памяти Убоимся же сделаться виновными пред тем голосом Который сказал Если бы я не пришел и не говорил им То не имели бы на себе греха Какое мы будем иметь преимущество Пред теми, которые вовсе не слышали в Евангелии Если и после слушания уйдем домой Ничего не имея А только удивляясь произнесенным словам Дайте нам сеять на добрую землю Дайте для того, чтобы еще более побудить нас к сеянию Если кто имеет в себе терния Пусть воспламенит огонь духа Кто имеет сердце грубое и упорное Пусть сделает его мягким и удобопреклонным Пользуясь тем же огнем Если кто, находясь при пути Попирается всякими помыслами Пусть входит во внутреннейшее чувство И не сообщается с теми Которые хотят войти туда на расхищение И тогда мы увидим нивы ваши тучными Если таким образом Мы будем о себе заботиться И с трудолюбием прилежать к этому духовному собеседованию То хотя и не вдруг По крайней мере мало-помалу Отрешимся от всего житейского Будем внимательны Чтобы не было о нас сказано Как у аспида глухие уши Скажи мне Чем различается от зверя такой слушатель Напротив Не бессловеснее ли всякого бессловесного Тот, кто остается невнимательным Когда говорит Бог Если быть человеком В том состоит, чтобы благоугождать Богу То не хотящий даже слышать о том Как это исполнить Что есть иное, как не зверь Подумай же Как велико это зло Если тогда, как Христос желает сделать нас Из людей равноангельными Мы сами себя превращаем из людей в зверей Быть рабом чрева Быть одержимым страстью к богатству Гневаться, терзать Попирать ногами других Свойственно не людям, а зверям Впрочем, каждый зверь имеет, так сказать Свою особую, особенную страсть И при том по природе А человек, сверший с себя власть разума Отторшись от жизни по Боге Придает себя всем страстям И делается уже не зверем только Но каким-то чудовищем Разновидным и разнохарактерным И в самой природе своей Уже не находит для себя извинения Всякое зло происходит От произволения и свободных намерений Но тогда не будет, чтобы когда-либо Помыслить это о Церкви Христовой О вас мы думаем лучше И имеем надежду спасения Но чем более мы уверены в этом Тем более не оставим предохранительных внушений Чтобы зашедшие на самый верх добродетели Достигнуть нам с вами обетованных благ Которых восподобимся всем мы Благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа Через Которого и с Которым Отцу и Святому Духу Слава, Главителю, Аминь 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 Аминь